Как это работает? Мы немножко уже поговорим в процессе об этом. Еще одна ремарка. Круто, что появляется все больше и больше Kotlin курсов. Я слышал самый первый топик о том, что на DigitalOctober что-то появляется. Это очень круто. И пользуясь случаем, давайте я прорекламирую еще один курс. Он, к счастью, совершенно бесплатный. Вы можете зайти на мой GitHub. Мы проводили его в МГУ. Слушали примерно 30 человек его. Называется Kotlin Bootcamp. Доступен на моем GitHub. Можно там посмотреть. Можно потестировать свой код через pull request. И если вам хочется, можно чему-то научиться. То есть там довольно современный стэк с точки зрения бэкэнда. Все, давайте теперь собственно к докладу. Чуть-чуть обо мне. Я инженер в компании Alibaba. Нас довольно много. У нас куча своего софтвера, куча middleware. Мы пишем на многих языках. Есть Java stack. У нас теперь есть Kotlin. В Alibaba я занимаюсь тем, что курирую именно развитие Kotlin внутри компании. То есть как он развивается, как мы его используем, помимо прочих своих задач. Еще я читаю курсы по Kotlin в Java в МГУ. Примерно три года назад стал Kotlin разработчиком. Довольно случайно. Просто начал писать на нем и не отпустило. И суммарно где-то 9 лет я занимаюсь разработкой почти все время под JVM. Из каких вообще частей будет состоять доклад? Сначала мы рассмотрим, как все-таки мы пришли в продакшене к использованию DSL. Это относительно непростой шаг был для нас. Но зачем-то мы это сделали. Посмотрим, какие вообще существуют DSL в этой системе Kotlin. Что с помощью них можно сделать, как они выглядят. И на примере реально работающего в продакшене DSL попробуем построить свой. И потом проблемки, решения и все такое в конце посмотрим. Где-то полтора года назад мы начали делать систему, которая называется Serverless. Или Function as a Service. Суть в том, что эта система очень похожа на AWS Lambda. У вас есть достаточно небольшая функция, которая решает определенную задачу. У вас есть event sourcing, который проходит через некую security и routing-обработку. Он общается со сторонними сервисами, микросервисами через различные протоколы транспорта. Будь то RPC, MQ, HTTP. Общается синхронно, а синхронно это все не важно. Суть в том, что у вас есть достаточно маленький кусок кода, который взаимодействует с кучей-кучей всяких сервисов. И вам нужно желательно бы уместить этот кусочек кода в 80, а может даже и меньше строк. То есть написать его максимально понятно, читаемо, чтобы один раз написать, дальше его читали, возможно, как-то поддерживали. Еще большая проблема, что таких кусочков много кода, функций, то есть LAMP. Они у вас везде находятся, вам нужно на многие из них смотреть. И круто бы, если бы все везде было однородно. Мы начали с нескольких интерфейсов транспорта. То есть самыми актуальными задачами были для нас общение через RPC протокол и общение через HTTP. Вот здесь вы можете видеть пример того, как примерно одинаково, единообразно ведут себя обращения, написанные на чистом Kotlin. Это компилируемые куски кода, реально работающие, с RPC-вызовами. Вы можете их считать, как будто это GRPC-колы. И HTTP-пост-запрос, который уходит по обычному HTTP протоколу. С хедерами, с body. И везде примерно одинаково записано. Как вы можете посмотреть, это выглядит примерно как… Ну, с определенной точностью это выглядит как JSON-файлик. JSON. И интересно то, что вот такие кусочки кода могут писать на самом деле не только программисты. Их могут писать в том числе и какие-то аналитики, которые работают в этой системе, которых научили писать, например, вот те 80 строчек кода. И они могут с помощью этого вызвать какие-то лямбда-функции и получить какие-то нужные, интересующие результаты из наших больших систем. Давайте теперь посмотрим, а что в принципе, какие DSL есть в экосистеме Kotlin. И давайте сначала я вам задам вопрос. А кто вообще использовал хоть раз DSL на Kotlin? О, классно. Вас много. А кто хоть раз их писал для пользователей? Шикарно. Нам будет о чем поговорить, если хотите. Давайте смотреть вообще, что такое domain-specific language DSL. У нас, по сути, есть какая-то проблемная область, и в ней предполагается, что существует решение вашей конкретной проблемы лучшее, чем у языка широкого профиля, то есть общенаправленного языка. Какие есть задачи, например? У вас есть разметки CSS, которые вам нужно забить, вам не факт, что подойдет обычный язык. Конечно, все можно написать на чем угодно. Есть HTML-разметка, которую тоже не пишут на языке общего назначения, скорее всего. Есть реликсы и куча других, по сути, DSL, которые представляют собой строку, в которую что-то напихано. То есть еще есть редакторы текстовые, не только текстовые редакторы, но способы записать какой-то кусок кода в текст. Например, тех, латех и markdown. Или, например, yaml. Тоже можно в какой-то степени считать DSL. То есть у вас есть какая-то проблема, и вы решаете ее лучшим путем, чем на языке общего назначения. Еще раз отмечу, что DSL — это, по сути, какой-то контекст плюс синтаксическое решение, которое вам позволяет что-то делать хорошо, оптимально, лучшее, и, по сути, добавить продуктивность, безопасность и читаемость вашему коду или конкретному решению проблемы. А теперь давайте попытаемся определить, что же такое успешный DSL, который на самом деле помогает. Это значит, что какая-то функция, норма от всех вот этих качеств, представленных на предыдущих слайде, она выше, чем у языка общего назначения. Давайте ближе к Kotlin теперь подберемся. На самом деле, если мы пишем на Kotlin и хотим реализовать какой-то DSL, для нас решены некоторые задачи уже. Во-первых, решена задача парсинга того синтаксиса, который вы там себе в DSL напридумывали. Его у вас нет, ваш код написан на Kotlin, он компилируется, поскольку Kotlin — компилируемый язык, и вот вы получаете какой-то результат. И как следствие вы получаете null safety, вы получаете статическую типизацию с помощью каких-то средств построения DSL. И еще плюс ко всему, спасибо большое нашим IDE за то, что помогает все это делать классно и бодро. Но такой DSL уже нельзя назвать просто domain-specific language. Его лучше называть встроенным или embedded DSL. В экосистеме Kotlin есть ряд таких DSL. Некоторые работают на Kotlin, некоторые работают на Kotlin скрипте. Самый такой, наверное, большой пример сейчас — это Gradle, который раньше билдил… То есть Gradle — это система сборки. Для тех, кто не знает, раньше у нас была возможность на Groove написать какие-то скрипты. С помощью них у нас бы что-то собралось. А вдруг потом неожиданно они запилили еще Kotlin DSL, и он с Gradle 5.0 уже продакшн поддержку имеет. Такие проблемы решала команда Gradle, когда все это делала. С моей точки зрения самая большая проблема — это достаточно плохая поддержка Groove внутри IDE. Но это еще не все. Кроме такой своеобразно плохой поддержки, есть еще и то, что мы ловим большинство проблем не на этапе компиляции, а уже на этапе рантайма запуска ваших скриптов, в отличие от того, что мы имеем с Kotlin DSL. Поскольку я в основном занимаюсь бэкэндом, здесь нет никаких примеров про Android. Вы можете посмотреть библиотеку DSL для лейаутов. Это называется Anka. Посмотреть, как там, что в этом мире. Я о нем ничего говорить не буду. В моем уютном мире бэкэнда есть уже поддержка Kotlin и поддержка некоторых DSL на Kotlin, в том числе в Spring. Их несколько. Это, например, bin definition DSL. Это webflags routing, которые появились относительно недавно. Если брать тестирование, у нас есть отличный фреймворк, называется SPEC, о котором чуть дальше будет речь. Есть от компании JetBrains, собственно, Kotlin X HTML, которая позволяет разметку делать HTML на Kotlin DSL. К сожалению, я не нашел практических применений в нашей области, и вообще мы это не используем. Поэтому примеров на Kotlin X HTML не будет в докладе. Ну и вот в качестве последнего примера будет библиотека Koh-Http для DSL транспорта HTTP. Давайте смотреть на примерах и все это последовательно. Gradle DSL выглядит примерно так же, как примерчики, которые я вам сначала самого показывал на RPC call и HTTP post-requests. То есть что у нас тут есть? Есть несколько блоков контекстов, например, плагинс, репозиторис, dependency и публикация наших артефактов, в данном случае в Maven Central. По сути, каждый блок у вас отвечает за решение какой-то определенной проблемы. Вы подтаскиваете зависимости, вы указываете, из каких репозиторий их тащить, или вы, например, применяете к вот этому KTS скрипту некие плагины, которые вам расширяют синтаксис, который же вы можете тут использовать. Поехали дальше. Спек. Штука, очень удобная штука для тестирования. Мы ее относительно недавно начали использовать. По сути, вам добавляется given when then тестирование. То есть у вас есть три скопа. Возможно, не три, но в моем контексте будет три. Это то, что вам дано, то, что вы дальше делаете в вашем тесте, и то, что вы получаете. И вот это все вы, по сути, assertите. Есть замечательные штуки типа memorized. Это, по сути, замена аннотации before each test, которая до каждого теста что-то делает. В данном случае до каждого сценария. Суть в том, что вместо того, чтобы что-то где-то добавить аннотации, вы пишете реально работающий код без какой-то магии. И в определенный момент вы можете даже reflection не тащить, что очень круто иногда. Идем дальше. Webflux. Это такой новый MVC-фреймворк с асинхронной работой. В чем суть его DSL? Вы можете, например, сказать, что вы для запросов, которые хотят текст HTML, и идут в корень вашего проекта или в корень вашего веб-сайта. Вы даете какой-то ответ. Например, в данном случае это индекс. И, собственно, на другие пассы вы отдаете другие ответы. Все достаточно просто записывается. Одинаково примерно. Есть nest, то есть вложенные кусочки, там, где можно этот пасс продолжать, продолжать и продолжать. Можно делать маппинг ресурсов и так далее. Пойдем дальше. Это самый ужасный слайд в этой презентации. Знакомьтесь. Есть такой протокол HTTP. И есть такая библиотечка очень классная. Ее используют как на фронте, так и на бэк-рэнде. OK, HTTP. Она мне очень лично нравится. Всем советую. Но есть один нюанс. Что вот такой код, когда вы, например, пишете очень емкие, маленькие функции типа LAMPT, вам совершенно не хочется тащить. Это обычный пример запроса к API GitHub, где я пытаюсь что-то поискать по пути просто по пассу search. Здесь я для удобства зелененьким отметил, какие есть реально значимые кусочки в этом коде. И вот переработка, которая получается, если мы вот это все перепишем на Kotlin DSL. То есть я, конечно, немножко жульничал. Вот здесь код на Kotlin, а на предыдущем коде был, на предыдущем слайде был код на Java. Но сделаем вид, что мы это не заметили. QHTTP – это одна из библиотек, которую удалось вынести в open source при разработке нашего function as a service в частном облаке Alibaba. Мы ее используем, всячески развиваем. Можете посмотреть ее по ссылке, которая здесь проведена. Мы очень рады новым контрибьюторам и особенно фидбэку. Из фич, которые есть, это синхронные-ассинхронные DSL для всех HTTP методов. Это поддержка к рутинам и это встроенные интерсепторы, которые позволяют вам всякие разные штучки делать, типа логирования, типа роутинга и прочего, и прочего, и прочего. Что вам могло бы хотеться. Давайте теперь разберем, а как вообще построить вот тот DSL, который был показан на предыдущем слайде. Для этого в Kotlin есть некий набор тулов. Как и в любом языке. Начнем с самого простого. Это все видели, даже если просто писали код на Kotlin хоть какой-то. Очень простая фича. Это если у нас есть последний аргумент, это лямбда-функция, то ее можно вынести за скобки и вообще опустить скобки, если в них не остается ничего. Очень удобно. Например, measure time millis так работает. Вы можете видеть там блок кода из отсутствия параметров в юнит, то есть ни во что. Мы там запускаем какой-то таск и возвращаем время, за которое он был выполнен. Давайте теперь еще один довольно базовый аспект, о котором сегодня говорили предыдущие докладчики немножко. Это extension функции. Extension функции — это достаточно мощная вещь. Казалось бы, очень простая, но мощная, которая позволяет, например, в числе прочего, дополнять API сторонних разработчиков. Если вы разработчик библиотеки, скорее всего, почти всегда вам хочется предоставлять минимальный и удобный интерфейс, в котором пользователи могут решать задачи, но не решать весь скоб проблем. Потому что если вы решаете весь скоб проблем, в какой-то момент у вас просто не хватит сил, чтобы их решить. Вот в частности, когда появился класс string, никто, конечно же, не думал, что захотят его интерпретировать как URL и постучаться HTTP-реквестом по этому URL. Но мы можем сделать такую функцию, как расширение стринги HTTP-get-async. В ней будут какие-то параметры, и как результат мы отдадим deferred от response. То есть то, что мы хотим отдать в качестве ответа на вот этот вот HTTP-get-async запрос. Deferred — это, по сути, что-то похожее на future или promise. Мы его запускаем, конечно, в каком-то… Действие запускаем в каком-то скулпе асинхронно и выбираем какой-то диспетчер для того, чтобы все это сделать. Давайте теперь обратим внимание на, наверное, самый главный вообще кирпичик, из которого складываются эти DSL. Это Lambda with Receiver в английском, в английской документации, или по-русски это Lambda с приемником, то есть которая позволяет написать вот такую конструкцию типа HTTP-get. Внутри есть header, есть cookie, и есть еще некоторые штуки типа вот JSON, которые построены подобным образом. Давайте смотреть, как это устроено. Вот есть вызов метода HTTP-get, есть какой-то дефолтный параметр, и это очень круто, что можно указать дефолтные параметры каждый раз, когда вы их указываете, и вы можете при любом вызове их опускать, если вас они устраивают. И это позволяет, если вы подобрали достаточно хорошее множество дефолтов, реально сократить количество пользовательского кода. Так вот, дефолтное значение, а потом у вас есть некий init. Этот init позволяет вам передать некоторые функции, которые работают внутри HTTP-get-контекст. То есть вызывают, могут быть вызваны прямо на каком-то HTTP-get-контексте, но не специфицированном. И в конце создать вот этот HTTP-get-контекст, через apply к нему применить вот эту вот init-функцию, и дальше получить какой-то результат, уже не важно как. Давайте посмотрим примерно, как выглядит этот HTTP-контекст. Собственно, в нем есть некое множество полей, которые мы хотим задавать. К сожалению, тут не приходится говорить о какой-то иммутабельности. Если вы хотите сделать хорошо, скорее всего, у вас не получится делать это все через валы. Хорошо в плане удобно пользователю, конечно, а не вам. То есть есть какая-то схема, хост, порт, пас и еще куча-куча значений, которые каким-то образом задаются внутри через эту лямбду с приемником. И есть еще некоторые функции, например, cookie, например, param, которые каким-то еще образом инициализируют param-контекст, то есть контекст наших параметров, контекст хеддеров и еще куча-куча всяких интересных вещей внутри. То есть это обычные функции внутри HTTP-контекст-класса. Давайте посмотрим дальше. Следующий кирпичик — это инфиксные функции. Наверное, самой известной инфиксной функцией на настоящий момент является функция to, которая позволяет из двух элементов сложить пару. А потом ее, конечно, можно разложить, но пара — это достаточно удобный примитив. Так вот, вы можете писать абсолютно такие же функции to. И, как видите, по сути это обычный вызов. То есть вы можете написать у какой-то стринги точка, дальше написать to и дальше в параметрах поставить какое-то значение. В нашем случае это any с вопросиком. Но эти точки и скобочки можно опустить и таким образом передать вот такое лаконичное описание. Почему мы выбрали to, хотя на самом деле это уже определенная штука и определенная функция, и в разных контекстах она используется совсем по-другому для создания пар. Потому что это уже известная пользователям функция. Они будут понимать, когда будут видеть этот DSL, что же там происходит. То есть какому-то параметру мы придаем такое-то значение. Ну и плюс мы, конечно, протестировали на наших разработчиков и узнали, что для них это более-менее нативно. А другие способы оказались довольно плохи в сравнении. Вот как видите здесь, мы просто складываем все эти параметры в какую-то мапу и дальше с ней будем что-то делать. Следующий инструмент — это так называемые type-aliases. Очень хорошо работает, если у вас есть какой-то очень стрёмный тип, например, прилетевший из сторонней библиотеки, и вам хочется его заменить. Например, у вас есть какой-то респонс, который прилетел из библиотеки, например, concurrent или еще какой-то другой, из third-party library. А вы хотите просто респонс его назвать или local response или что-то такое. Вы тогда пишете type-aliase, и у вас все начинает работать. Вы можете к этому типу обращаться, как, например, в данном случае header. Еще очень здорово это работает, если у вас, например, в каком-то контексте, в каком-то блоке кода есть импорты из нескольких библиотек. Например, в Java URL как класс написан в достаточно большом объеме библиотек. И эти все библиотеки отличаются только пасом до них. То есть, например, com, alibaba, dot что-то там, dot URL пакет. Если вы в один контекст затащили два таких пути, то, конечно, к одному из них вы можете просто обращаться как URL, а к другому вы обязаны обращаться по полному квалификатору для того, чтобы у вас не было проблем. И вот type-aliase решает, например, еще вот такую штуку. Новая фича достаточно, но которая тоже очень лично мне нравится. Заметьте, она экспериментальная. Я пока вам вообще не рекомендую ее использовать. Но если вы ее используете, это ваш собственный риск. Можно о них, о inline-классах почитать на сайте, собственно, Kotlin-Lang, и там все довольно подробно написано. Можно почитать несколько статьй о том, где люди рассуждают, а где же их классно использовать. В качестве спойлера расскажу, что их классно использовать как ID-шники в таблицах или где угодно, если у вас есть SQL. Мы, в частности, используем inline-классы, например, для того, чтобы сохранять какие-либо токены или что-то другое. И для того, чтобы, вот, например, здесь в примере у нас есть хедер, который есть авторизация, у нас есть какой-то токен, а мы хотим, чтобы у нас в итоге было что-то типа bearer, то есть держатель, и дальше проставлялась какая-то хитрая штука, возможно, еще с подписью. Вот тогда мы добавляем этот secret-токен, и он специфическим образом там в infix-ной функции to обрабатывается. Давайте теперь перейдем к каким-то более изощренным вещам. Вообще, в предыдущей докладчике заметили, что классно в Kotlin, как в старом добром C++, есть операторы, есть переопределение операторов. Это все классно до определенного момента. Конечно, в Kotlin нельзя переопределить, а оператор запятая, и там есть достаточно ограниченное множество того, что можно сделать. Я посидел немножко и выбрал множество, которое, как мне кажется, и как у нас в коде используется, в принципе, можно зауверлоидить в контексте построения вашего DSL. То есть это оператор плюс, оператор минус, инкремент, декремент, оператор нот или восклицательный знак, и вот такая штука, как скобочки. Собственно, что это все значит? У нас есть унарный плюс, унарный минус, инкремент, декремент, оператор нот, и есть такая штука, как контракт оператора get, по которым вам можно по этим фигурным скобочкам, точнее прямоугольным скобочкам что-то взять. К счастью или к сожалению, в контракте метода get нет ничего про то, что мы не можем там модифицировать никакое содержимое того, что мы берем. Об этом ничего не сказано. Поэтому если мы хотим извращаться, но при этом приносить какую-то пользу нашему юзеру, мы можем спокойно вот так вот определить JSON-array в том или ином контексте. Если у нас есть что-то важное, что есть в коде, мы можем для определенного типа, например, для того же интеджера, определить оператор, не для интеджера, для чего угодно, определить оператор восклицательного знака и, например, практически наорать в нашем DSL о том, что это что-то важное или что-то подобное. Мы можем делать перечисления с помощью плюсов, минусов, инкрементов и декрементов. С первого взгляда это кажется странно, но если мы вспомним, например, тот же YAML, там все списочки идут через минусы или как их лучше назвать в том контексте. А теперь давайте посмотрим реальный пример, где используются все эти операторы и overloading. Когда мы создаем HTTP клиента, иногда возникает необходимость добавить в него те или иные интерсепторы. Это то, что будет сделано до того, как вы постучитесь, наконец, в сетку и запросите что-то от удаленного сервиса по HTTP протоколу. Например, есть такая штука, как retry-интерсептор. Вам хочется что-то попробовать еще раз, если определенный трэш, если определенный респонс вам вернулся. Например, вы получили 500-ку или еще что-то too many request от сервера и говорите, вот тогда я попробую еще раз. И вы через вот этот оператор плюс добавляете все в цепочку ваших интерсепторов. Или вы хотите логин добавить. То же самое делаете. В данном случае переопределен метод унарного сложения. Точнее, ну, унарный плюс обычный. Давайте продолжим и посмотрим вообще, с какими проблемками мы сталкивались, когда реализовывали этот DSL. Первая проблема. Поскольку DSL, по сути, это такой очень классный сахарный билдер, вам нужно написать билдер. В этом билдере есть поля, которые вы выставляете. В какой-то момент очень начало расстраивать то, что вам нельзя в поле присвоить какое-то значение, а потом запретить возможность вычитать это значение. То есть легальная конструкция такая, что вы, например, в клиента в интерсепторе положили какой-то списочек интерсепторов, а потом еще в этом же блоке кода вызвали на этом интерсепторы for each. Очень хотелось таких случаев избежать для того, чтобы пользователю было меньше возможностей, например, выстрелить себе в ногу. К сожалению, такой фичи в Kotlin нет. И меня очень расстраивает то, что этот таск, именно это ища на U-треке JetBrains заведено 7 лет назад и до сих пор не решено. Надеюсь, они когда-нибудь дадут эту возможность. То есть что хочется? Хочется сделать set, но запретить делать get. В Java абсолютно просто решается эта проблема. Взяли и сделали там что-то приватное или что-то не реализовали. К счастью есть обходной маневр. Что можно сделать? Можно все так же реализовать, но, например, на get навесить throw unsupported operation exception. Ну, все классно, но только теперь у пользователя будут вылетать эксепшены. И он, наверное, расстроится. Второй классный момент. Мне очень нравится, как работает деприкейшн и как вообще реализован деприкейшн в Kotlin. Во-первых, вы можете сказать, что у вас get the deprecation. Можете сказать, что у вас уровень вашего deprecated метода — это error. И в следующий раз, в момент компиляции, вам скажут, воу, нет, мы не будем это просто компилировать. У вас получится, что вам даже не дадут возможности такое сделать. И при этом у вас тоже, к счастью, в VDE никак не высветится suggestion, например, извлечь что-то по get методу. Тогда у вас будет вот такая compilation error, если в этом сегменте кода вы попробуете, например, прочитать interceptors и сделать на нем какой-то for each. Просто если вы делаете этот for each, у вас, по сути, идет обращение к getter-у interceptors. Идем дальше. Не так давно, как при реализации некоторых прототипов для co-http следующих версий, мы решили попробовать Java 11. Все было классно, пока не дошли до этапа публикации в Maven Central. Мы используем доку как средство для генерации нашей документации к проекту. Все используем. У нас написан хороший стабильный пайплайн. И тут мы решили попытаться зарелизить и выяснили, что есть проблемки. Докка не очень хорошо сейчас работает в Java 11. Я очень надеюсь, что это починят. Багу всего два месяца. Там есть какие-то комментарии по нему. И вполне вероятно, что очень скоро можно будет нормально зарелизиться, используя именно доку, а не какие-то обходные пути, например, подкладывание пустого джарника с доками, как мы сейчас сделали. Идем дальше. Достаточно большая проблема, если вы хотите, чтобы пользователям выдавали нормальные рекомендации по вызову тех или иных методов внутри вашего DSL, максимально сузить возможные suggestion от IDE или любого другого источника рекомендации по тому, как писать код. Например, ничто не запрещало нам в предыдущем коде использовать вызов парам, то есть начать задавать какие-то параметры нашего HTTP-запроса и внутри этого же контекста еще раз вызвать парам, то есть еще раз это все сделать. Проблема номер один. Непонятно, а как это вообще все будет вместе работать? Кто там главный и что произойдет? Проблема номер два. Мы просто не хотим такое пользователю показывать, но это неудобно и у них будут проблемки. К счастью, есть решение. Насколько я помню, оно появилось в Kotlin, начиная с версии 1.1. Есть такая штука, как аннотация DSL-маркер. Вы можете завести свою аннотацию, повесить ее на элементы контекста, которые у вас есть, и тогда она позволит в определенных рамках на этой аннотации можно почитать как и когда все это резолвить. И таким образом мы просто запретим внутри контекста парам вызывать еще один контекст парам. И это очень круто. Это улучшает вообще взаимодействие с пользователем. И у него сразу появляется гораздо меньше кусочков, точнее фрагментов кода, где можно сделать какие-то глупые ошибки. А пользователи очень любят делать глупые ошибки. Давайте теперь кратенько подытожу то, что я вообще сейчас вам все сказал. DSL — это круто, при этом если вы помогаете своему пользователю. Создавая DSL, легко абьюзить синтаксис Котлина. Например, если вы сделали много инфиксных функций и пытаетесь написать чуть ли не на английском языке то, как будет работать ваш тест или что угодно другое. Когда вы работаете над developer experience, то есть то, что по сути чувствует пользователь вашего DSL или аналогично пользователь вашего API, самое главное, что нужно вам знать, это ваш пользовательский фидбэк. Как вы его собираете — это ваше дело. Если вы пилите что-то для… внутри своей компании вы можете там кучу метрик навесить. Если вы делаете что-то для open source, вы, конечно, так не сможете, потому что вас никто не будет использовать. Тогда вам придется работать с комьюнити. И в докладе об этом крайне мало, про асинхронную работу и про курутины, но уже настал момент, когда нужно думать о том, что вы делаете, во-первых, асинхронные API и DSL. По сути у меня все. Большое спасибо за внимание, что остались до этого времени. Подождите, подождите. Еще немножко реклама. Вот тут есть логотип QHTP, в него можно контрибьютить. Я буду очень рад фидбэку, и мы вообще будем рады фидбэку. Всем спасибо. Сергей, спасибо еще раз за доклад. Мне кажется, это было очень информативно, четко и структурировано. Коллеги, вопросы? Да, Сергей. Сергей, спасибо за доклад. Нет такого ощущения, что DSL в случае Котлина все-таки немножко натянутое название, потому что для DSL, как правило, это совсем другой язык, для которого свой компилятор, свой разборщик лексем. А здесь это все-таки Котлин. То есть это не отдельный язык, это Котлин. Все так, верно. Поэтому в какой-то момент в слайдах это начинает называться Embedded DSL, но по сути это синоним. Вся суть в том, чтобы, имея какой-то контекст проблемы, предложить некое решение, которое будет лучше, чем классический API, который существует. Как это называть? Ну это уже третий вопрос. Привет, спасибо за доклад. Один вопрос, одно дополнение. Вопрос. Правильно я понимаю, что продукт, на котором вы работаете, это что-то наподобие Firebase Cloud Functions. То есть это будет доступно пользователям или это внутренняя чистая разработка? Давайте я ничего не буду говорить про Firebase. Я скажу про AWS Lambda или про любую другую систему типа IBM Function as a Service, например, Google Cloud Function. Они, конечно, некоторые из этих Serverless или Function as a Service систем есть в публичном доступе. Например, наши есть внутри Alibaba Cloud продукта. Возможно, кому-то известного, возможно, кому-то неизвестного. Аналоги есть и у Амазона, и у Гугла. Вот то, что делали именно мы, мы делали для приватного облака. То есть это позволяло нам снимать метрики с того, что делают пользователи, смотреть, как они внутри нашей компании, у нас сколько, 40 тысяч инженеров, смотреть, как они, по сути, взаимодействуют с продуктом. Но другую версию, которая тоже Function as a Service, которая торчит в Alibaba Cloud, ее можно потрогать пользователям обычным. Спасибо. И дополнение вы упомянули про Anko, да, то есть это UI-ная библиотека для андроида, которая, по сути, представляет собой DSL на Котлине. Я бы порекомендовал, если тут есть андроид-разработчики, посмотреть на гугловский Compose, который достаточно прогрессивный, там можно почерпнуть такие вот DSL-ные фичи. То есть я в свой проект часть кода тут затащил, например. Еще раз можете повторить название? Compose. Jetpack Compose. А, Jetpack. Ну, на самом деле довольно много DSL, которые мы в какой-то мере трогали, но о них в докладе ничего не сказано. Например, относительно недавно я видел DSL для Кубернетиса, который довольно интересно выглядит и многообещающе. В том числе относительно недавно я видел, что начинает появляться DSL типа SimLeaf или Velocity, которые позволяют делать разметку. для сервер-сайт-рендера. Но они в довольно зачаточном состоянии, к сожалению, пока всегда. Да, Сергей, тогда спасибо еще раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ